Приветствую! В этом видео мы разберемся с двумя вопросами. Вопрос номер один. Каков порядок прохождения ВЛК? И здесь параллельно мы выясним, какие анализы нужно сдавать при прохождении ВЛК, каких врачей нужно пройти, что должен сделать военно обязанный, а что должен сделать ТЦК и СП. Также мы разберемся с еще одним немаловажным вопросом. Как подготовиться к прохождению ВЛК? На что нужно обратить внимание? Зачем нам это нужно? Друзья, здесь я исхожу из того, что нужно действовать по принципу предупрежден, значит вооружен. Мы должны знать порядок прохождения ВЛК для того, чтобы проследить, а когда нас призовут, будет ли соблюден этот порядок? Порядок прохождения ВЛК очень важен в том смысле, что он является частью общего порядка призыва на воинскую службу. И как мы знаем, суд в оправдательном приговоре, который был по 336 статье за уклонение якобы от мобилизации, оправдал человека именно на том основании, что ТЦК и СП не соблюдал порядок. Вот насколько важно соблюдать порядок, соблюдать процедуру. На этом основании можно даже обжаловать решение ВЛК в суде и получать нужный результат. А нужный результат для нас какой? Соблюдение государством законности во время проведения призыва. Итак, поехали. Порядок прохождения ВЛК определён Министерством обороны Украины. И есть наказ от 14 сервня 2008 года номер 402, который имеет название «Про затвердение положения про військово-лікарскую экспертизу в Збройных силах Украины». Посилание на этот наказ будет в описании к этому видео. Что там есть? Ну, спочатку, там зазначено, что еще до початку огляду військовый комиссариат на всех військовозобовязанных отримает данные из психоневрологических диспансеров, протитуберкульозных диспансеров, шкірно-венеричных диспансеров, наркологических закладов. Также должны отримать медичную карту амбулаторного хворого с поліклінік и медико-санитарных частин за местом проживания, работа или навчания. А на осіб, которые признаны инвалидами, также отримают данные из органов социального забезпечения. Зверните внимание, что все это должен сделать військовый комиссариат. Конечно, сейчас вы скажете «Стоп, так військовых комиссариат уже не существует, сейчас есть ТЦК и ЕСП». Так, но я использую автентичный текст этого наказа, а в нем пока не изменили слово «військовый комиссариат» на территориальный центр комплектации и социальной поддержки. Конечно, вы сейчас скажете «Так, тогда идемо в суд и оскаржуем постанову ВЛК». Ні, друзья, верните внимание, поверьте на слово тут, что тот факт, что тут написано «Військовый комиссариат», а не ТЦК, это ниже в суде не влияет на принятие позитивного решения. Ну, на нашу користь, если мы будем оскарживать на этой основе. У нас всегда есть другие основы для оскаржения решений ВЛК. Так вот, обратите внимание, все это должно делать ТЦК и ЕСП. Как на практике, на практике цего або не делают взагалі, або ж нам надают направление. З цим направлением мы идемо в диспансеры, диспансеры дают нам доведку про то, что мы не находимся на обліку в них, и мы повертаемся, звісно, до ТЦК для проходжения. Але ні, еще проходжение не начинается. Идемо далее. Далее, перед оглядом, перед оглядом еще, військовозобвязанных им проводится рентгенологическое флюорографическое обстежение органов грудной клетки, загальный анализ крови, визначается группа крови Терезус належность, проводится ЕКГ, электрокардиограма, и исследование СЕЧИ. Но и это еще не все. Если человек, которая уже достигла 40 лет, то ей еще додатково, обовязково проводится вимир внутрішньоочного тиска и исследование крови на цукор. Это прошел подготовочный этап. Теперь переходим безпосередньо до медичного огляду. Під час медичного огляду каждый військовозобвязанный оглядается хирургом, терапевтом, невропатологом, психиатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за медичными показаниями – и лікарями інших специальностей. И тут надо поставить лайк зараз. Чому? Потому что слово «оториноларинголог» я смогу промовить. Друзья, что это означает? Все лекаря, которых вы видите сейчас на экране в перелеку, всех обязательно следует пройти. А если есть какие-то показания, про это мы еще позже поговорим, еще и другими лекарями. А в том разе, когда лекарям ВЛК військового комиссариату важно остаточно визначити стан здоровья військовозобвязанного, он направляется на амбулаторное або стационарное обстежение у лікувально-профилактический заклад МОЗ Украины с подальшим оглядом ВЛК військового комиссариату. Ну, знову ж забули про військовий комиссариат, да, разглядаем, что мы говорим про ТЦК и СП. Тобто, якщо у лікарів є сумніви, направили в лікарню, вас там оглядають, вы приносите результати обстеження, і потім остаточне рішення приймається ВЛК, ТЦК та СП. І вот здесь, друзья, конечно же, у нас возникает логичний вопрос. А возможно ли все вот это провести? За 30 минут. Ну, мы помним с вами, да, что очень часто в сети люди пишут, что да, пришел в ТЦК, и за 30 минут прошел ВЛК. Конечно же, это невозможно. Конечно же, это фикция. Но проблема в том, что многие люди не знают, каков порядок прохождения ВЛК. И вот здесь, друзья, запомните этот порядок. И если вы попали на ВЛК, следите за тем, чтобы этот порядок соблюдался. фиксируйте для себя, не обязательно на видео, да, а просто пометки делайте, что ага, в диспансер не направили, анализ такой-то не взяли, анализ такой-то не взяли. Почему? Потому что все это имеет значение для дальнейшего обжалования. Ну, если естественно, будут нарушения порядка прохождения ВЛК. Что же вам делать? Что самое главное делать? К сожалению, система наша, сегодняшняя, работает так, что ты, придя на ВЛК, по сути, должен убедить в том, что у тебя есть заболевание. И, соответственно, если ты пришел с пустыми руками, ни про какую коррупцию речь не идет сейчас, и просто говоришь, что-то я больной. Они смотрят, говорят, мы видим, что ты здоровый. Я ж на глаз умею определять. Там очень часто люди на глаз умеют все определять. Что бы этого не было, что нужно сделать? Как подготовиться к ВЛК? Ответ прост. Уже сегодня посмотрели видео, записывайтесь в ближайший медицинский центр и проходите там обследование. Самостоятельно. Не ждите ВЛК. Если у вас есть действительно проблемы со здоровьем, вы об этом знаете. Но, может, так случилось, что вы давно не ходили к врачу. И новых документов, подтверждающих, что у вас реально есть заболевание, просто нет. Мы очень часто так относимся к здоровью. Да, есть, ну, что-то там есть, сильно не болит, ну и нормально. И забыли. Друзья, поверьте, для того, чтобы вам пройти полноценную ВЛК, вы должны об этом позаботиться. Не нужно думать, что государство, что вот тот врач, который там сидит в ВЛК, что он будет об этом думать. Это не его головная боль. Ну, хотя нет, в идеале это его головная боль, потому что они-то должны обеспечить призыв здоровых людей в армию, а не больных. Но это не их головная боль по факту. Поэтому, друзья, это ваша головная боль. Позаботьтесь об этом. Соберите как можно больше результатов обследований, как можно больше пройдите всех там анализов, всевозможных, каких сейчас доступны обследования. И с этим вы придете на ВЛК. И вот тогда вы сможете доказать им, что да, у вас есть заболевание. И даже если вдруг они скажут, это все справки куплены, да, такое же может быть, вы главное подайте им эти справки. Они должны их принять. Ну, подавать, конечно же, копии надо. Оригиналы вы оставляете у себя. Если требуют оригиналы, сделайте нотариально заверенные копии и подайте им соответственно копии, либо хотя бы нотариально заверенные копии себе оставите. Конечно же, у вас должна быть отметка о том, что они приняли эти документы. Для чего это все делается? Для того, чтобы в последующем, если они примут решение незаконное, то вы сможете это обжаловать. Еще раз, друзья, пожалуйста, если вы заботитесь о вопросах призыва, о своем здоровье, то пойдите уже сейчас, пройдите самостоятельно обследование, пойдите к профильным врачам. Да, ну мы же все там плюс-минус знаем, где у нас болит, где у нас проблемы. Пусть врач назначит вам обследование, пройдите это обследование. Я понимаю, что это деньги, но вопрос же решается более серьезным, чем просто деньги, да? Соберите анамнез, соберите как можно больше бумаг, подтверждающих ваше заболевание, и уже с ними вы явитесь на ВЛК. Воспользуйтесь этим советом и поверьте, он вам поможет. Друзья, если считаете, что данное видео было полезно, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, там вы найдете много такой полезной информации о том, как защитить свои права, о полномочиях госорганов, а я напомню, полномочия госорганов нам нужно знать для того, чтобы понимать, где эти полномочия заканчиваются и где начинаются уже незаконные требования, а незаконные требования мы уже не обязаны с вами выполнять. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.